Много аспектов диагностики судьбы у нас с вами три дня. Но я начинаю с простых вещей. Сейчас мы будем в депрессии лезть, то сразу, то ничего не будет понятно. Мы говорим просто о простых вещах. Одна женщина подошла ко мне и говорит, покажите мне мою судьбу. Я говорю, сейчас покажу, закрывайте глаза. Закрывая глаза, я говорю, смотрите внимательно на вашего мужа мысленно. Смотрю на вашего сына, на дочку. Смотрю на свекровь, на маму, на папу, смотрю на начальника, смотрю. Вот это все ваша судьба. Ничего в этой мире не бывает чужого. Все мое. Все, что я вижу перед собой, это мои прошлые поступки. Они воплощаются в начальники, в свекрови, в детях, в родителях, во всех. Просто судьба бывает разной. Если глубже смотреть на эту тему, то она отличается. Она отличается, есть различия. И в этом тоже знание. Например, когда ты видишь что-то в родителях, это твоя судьба. Но эта судьба называется предупреждающая судьба. Ты видишь, родители ругаются. Тебе Бог говорит через это, смотри, это то, что ты заслужил. Это твоя семейная судьба. Тебе придется через это пройти в твоей жизни. Будешь ты ругаться или нет, это неизвестно. Это зависит от твоего выбора. Потому что ты, может быть, сильно захочешь не ругаться. И, может быть, даже у тебя и получится. Но тебе придется этот вызов вытерпеть. Понимаете, это называется судьба. Ты смотришь на своих детей. Или на своего мужа смотришь. Или жену. А это уже не будущая судьба. Это не то, что тебе предстоит. Это то, что сейчас воплощено в твою жизнь. Вот эта судьба прямо сейчас действует. Есть будущая судьба. Когда родители, ты видишь, ты можешь еще подготовиться. Ты можешь что-то с этим делать. Пока ты ребенок. Потом, когда близкий человек приходит в твою жизнь, то это уже воплощенная судьба. Дальше уже ты не ребенок. Будет уже дальше действовать твоя настоящая судьба. А есть еще судьба, особый вид судьбы, которая является судьбой благословения. Мы, когда ждем детей, мы все до одного, не зная этого, мы ждем от судьбы благословений. Но мы не знаем, что в детях также рождается и укор. Укор означает то, чего ты в жизни должен был сделать, но все-таки не сделал. И чтобы тебе показать, что это ты задолжал, рождается ребенок, который ведет себя не так, как ты бы хотел в жизни. И тебя это очень сильно мучает. Очень сильно мучает. Тебе это очень не нравится. И это Господь тебе показывает. Вот смотри, вот так нельзя. Тебе много раз уже давали шанс, но ты не выполнил этот шанс. И поэтому ты получил вот такой результат. Понимаете? И так же благословений бывает в детях. Бывает, ребенок очень много счастья приносит, но мы все именно благословений ждем в детях. Но она судьба. Или в близком человеке, допустим, мы хотим только счастья, только любви в отношении с близким человеком. А получается же все не так, как мы хотим. Правда? Бывает и все наоборот. Бывает предательство, бывают и измены. Но всегда хотелось бы вот счастья. Это наша мечта. Потому что мы же имели детей в прошлой жизни. И они нам несли только радость. Вернее, мы запомнили эту радость. И ждем в этой жизни. Но это не значит, что мы только это получим. Почему родители сильно любят своих детей? Как вы думаете? Потому что гарантированно, что если ты тратишь свое время, если ты беременеешь, рожаешь, то ты получишь часть своих ожиданий. Ты получишь то, что тебе сильно хочется, то, что тебе хочется любить. Ты получишь. Свою любовь ты получишь. Часть свою получишь. Но получишь еще так же нагрузку. В нагрузку еще кое-что получишь, что тебе придется менять. Сначала молятся, совершают преддействие. Первое. Бесточки победы – это чувство в сердце, спокойствие, что все будет хорошо с моим сыном. Это 33% побед над судьбой. Вторая часть – это уже не только молитва. Молитва продолжается. А еще и доброе отношение к ребенку. Несмотря на его припопахи. И дальше устанавливается контакт, связь. Чистая память о нем. Ты с ним хорошее все видишь. Плохое тоже видишь, но не сильно придаешь значение. И он начинает тебе чувствовать защиту, этот человек. Он тебя начинает любить, доверять тебе начинает. Так можешь помочь человеку, переварить его. И третья стадия – это изменения глубокие в сознании ребенка. И так можно милость подарить своему ребенку, даже если он совсем непонятный. И сразу возникает вопрос, а может Бог дать ношу, которая тебе не под силом? Всегда дает тебе то, что тебе под силу. Потому что он милостивый, Господь, очень милостивый. Он не даст тебе ничего чужого, и ничего, что тебе не под силу. И плохой ребенок – это просто трамплин. Вот, допустим, если человек катится с горки, и там дальше трамплин. Это плохо или хорошо? Некоторые специально трамплин едут, чтобы взлететь потом в небо. Ребенок плохой – это трамплин. Это то, что тебя развивает. Вот кто из-за того, что у вас ребенок очень тяжелый, начал слушать мои лекции, начал работать над собой, видите, вот, это ребенка благодарите своего. Так бы вы ни начали. Вот, то есть, это тогда ребенок плохой, то есть, тяжелая судьба – это трамплина. Она тоже хорошая. Она тоже хорошая. Или, допустим, муж предпредал. Вообще предатель, муж разрушил жизнь. Вы начали слушать лекции. Поднимите руку. Благодарите мужа. Так бы не начали. Она такая… Скотина. Но это факт. Благодаря его мы начали слушать лекции. А так бы не начали. Все же хорошо было. Поэтому даже плохая судьба является хорошей, если ее переварить. А переварить ее часто бывает очень трудно. И поэтому сам Господь нам кое-что показывает для этого. Чего Он нам показывает? Какие нам показывают события? А? Я не знаю, у Вас все хорошо в жизни? Ну зачем тогда Вам слушать лекции? А? Что? Меня позвали. Любопытство, да? Это тоже, это более лучше. Любопытство – это признак разума. Есть четыре типа людей, которые развиваются. Первый тип – это все люди развиваются из-за страдания. Когда человек невыносим из жизни, он идет и изучает, как жить дальше. Вот, первый тип – страдания. Второй тип – более разумные люди. Также изучают что-то в результате желания выгоды. Они хотят заработать или успешными быть в жизни. Они изучают из выгоды, желания выгоды. Более разумные. Еще более разумные – это те, кто изучают из любопытства. Они идут смело. Ну там, Олег Геннадьевич какой-то приехал, там придурок какой-то. Ну послушаю, пойду, ладно, послушаю. Я вот все знаю, так, в целом. Ну послушаю, может быть интересно, что-то скажешь. Кто его знает? Вот. И есть еще один тип, еще выше. Это люди, которые изучают, потому что они имеют тягу к абсолютной истине. Они чувствуют сильное желание в постижении истины, в познании. И они ищут старших себе в жизни. Это четыре категории. И вы относитесь к одной из этих категорий. Больше нет никакой категории. Нет другой причины, еще как, почему бы человек стремился к знанию. Страдание, выгода, любопытство и стремление к истине. Я бы пришла сюда, потому что я была мечта в 2020 году. Я жива в Германии, как шесть лет. Но никогда не могла так попасть на русскую лекцию. А сейчас я вот вас слушаю и думаю, лучше бы я вас бы слушала в 12-м году в жиле. Что развивается вот эта искусственная интеллигия, все вот это, то можно и на китайском как дубануть лекцию. Понимаете? Поэтому мне обязательно из Германии приезжать. Вот уже теперь скоро на немецком я буду тоже читать лекцию. Я шучусь с вами просто. Все нормально. Я понимаю, о чем я речь. Все нормально. Мы ждем в молодых времени, когда вы, я буду слушать, что у меня услышали. Вы можете тоже поучаствовать в этом проекте. Мы решили о казахском тоже, чтобы я по-казахски вот так читал. Можно тоже делать. Ладно, мои хорошие. Наверное, кстати, нужно на испанском добровольцы, чтобы в свободное время там чуть-чуть переводить. Потом у меня и ютуб испанский появится. Я буду там дальше шуровать. Капричесся. И так далее. Я хоть узнал, что значит капричесся. Что это значит капризное, да? Ладно. Сам себе рассказал. Так что современная культура, она и хорошие вещи дает, и плохие. И сейчас может так случиться, что вы всякую ахинею услышите в моем виде от меня. Но это я не говорил. И такое тоже может уже быть вполне. Поэтому сейчас мир меняется очень быстро. Ну, когда я приехал в Караганду, меня уже не подделать. Я сам приехал. Здесь есть гарантии какие-то. Ладно. Итак, мы с вами изучаем, что такое судьба. Я сначала начинаю с простых вещей. Потом будет очень много интересного. Вы узнаете, как диагностировать судьбу, как чувствовать ее, предвидеть. Мы много чего будем изучать. Но начинаем с самых простых вещей, потому что иначе лезть в дебри и не знать каких-то простых вещей глупо. Вот я вам рассказал, что есть безответная любовь. Откуда она взялась? Ты не можешь просто полюбить какого-то чужого человека. Поговорил с ним там 20 минут, покатался с ним, на катере с девушкой там, и потом, блин, всю жизнь вспоминаешь. Такое может быть, нет? Почему ты ее всю жизнь вспоминаешь? Потому что она тебе кого-то напомнила. Человека, которого ты знал 90 лет, 100 лет, 150 лет можешь жить вместе с человеком. Понимаете? Вместе жить. Много-много лет. Вот у вас позапрошлой жизни вы 20 лет жили с человеком на втором ряду, девушка. Не вы, вот рядом с вами, да. И вы до сих пор вспоминаете, вот уже для жизни прошло, вы ждете человека. Потому что у вас было очень много любви, чистая жизнь. Вам не снятся сны такие красивые, с природы такой? Необыкновенные, как будто неземная. Неземная. Вот это ваша позапрошлая жизнь. И там 120 лет прожили с человеком на втором ряду. И поэтому вы любляетесь и ждете, думаете о человеке, а он вас даже вообще не олюбляет. Потому что этот человек похож на того человека. То есть вот это и есть диагностика судьбы. Если у вас есть безответная любовь, и вам очень сильно снится, значит у вас была райская жизнь в одной из прошлых жизней. Вот вам диагностика судьбы. Очень четко и понятно. Диагностика судьбы. Мой ребенок это или благословение, или проклятие. Все, пожалуйста, смотрите, изучайте. Мои родители предупреждение. Моя судьба это моя жена. Вот сейчас, которая пришла ко мне в гости. Привет. Это мой блесткий человек. Скажет, ну я же как бы, что жена, я сама выбрал. Нет, не сама. Вот как происходит выбор? Любовь это божественная энергия, не человеческая. Мы не можем полюбить ничего человечества. Когда Бог... Все души очень красивые. Мы все очень красивые внутри. Все люди красивые очень. У них очень много красоты внутри. У женщин проявлена женская часть красоты. Есть женская в душе часть красоты, есть мужская. Когда женское воплощение, женская часть красоты появляется. Бог дает силы для этой женской части красоты. Есть мужская часть красоты. Когда Бог хочет соединить людей, Он открывает женщине божественные качества мужчины. А мужчине божественные качества женщины. И человек прям вау. Если он сильно видит эти божественные качества, он очень сильно удивляет. И это означает, что Бог соединяет людей. А потом Он ниточкой связывает их вместе. Знаете, когда вы переживаете о своем ребенке, это означает, что вы действуете на него. Влияете. Вот как определить судьбу, допустим, ребенка, который заболел? Очень просто. Вы, допустим, смотрите на свое сердце. Вот, допустим, у вас болеет ребенок, вы сильно переживаете или нет? Кто не сильно переживет? Вообще не переживает. Значит, заболел не сильно. То есть у вас, значит, есть силы справиться в сердце с болезнью. Поднимите руку, заболел ребенок, вы сильно переживаете? Значит, сильно заболел тяжелая судьба. Значит, не хватает сил. Переживание означает, что не хватает энергии. То есть ваше сердце уже знает, что надо больше сил, но у вас не хватает. Иначе нужно включать дополнительные источники энергии. Дополнительным источником энергии является природа, добрые люди и храм. Природа дает очищение от хронических болезней с помощью аскезов. Добрые люди дают врачам, которые могут помочь, милость. Через добрых людей идет милость, а через храм идет преодоление непреодолимого. Если человек начинает молиться, то он может получить то, чего обычно не бывает. Например, у меня в Москве была передача, там временечка такой передача была давно, уже старая. И меня пригласили на эту студию, там мы обсуждали неизлечимые заболевания. И она, доктор, у нее своя клиника в Москве, рассказала такой случай, что она заболела неизлечимой болезнью. Она обошла всех врачей и знакомых своих в Москве, никто ей не помог. И она начала искренне молиться Богу, и во сне она увидела храм в Европе. Там монастырская гостиница, там храм в гостинице. И что, если она там проживет две недели, она вылечится от своей болезни. И она начала потом после сна искать в интернете, и она увидела, что правда есть такое место. И она туда поехала. И она там вылечилась. И она начала там молиться, и в ней прошла болезнь. То есть Господь может избавить человека от того, что невозможно избавиться. В этом его сила, личная сила. Таким образом мы с вами продиагностировали болезнь вашего ребенка. То есть вы настраивались на ребенка, я не волнуюсь. Значит, нет сильно тяжелой судьбы. Я волнуюсь, значит, есть сильно тяжелой судьбы. Я сильно волнуюсь, прям меня трясет. Значит, опасность есть уже. Надо что-то делать. Хотя сейчас, может быть, это и не видно, это опасно. Дальше движемся в диагностике судьбы. Давайте различать прошлое и будущее научимся. Хотите отличать? Вот вы что-то чувствуете из прошлого, вы чувствуете, или из будущего? Хотите отличать? А вы хотите, вот первый раз пришли на ленцию. Вот ваша подружка. Вы хотите отличать? Что из прошлого, пришла или из будущего? Мысль, чувство. Ну, вот вы чувствуете судьбу. Из прошлого или из будущего хотите отличать научиться? Хочу, но не от вас, Олег Геннадьевич. Потому что я вас еще не знаю. Хорошо. Кто меня знает и готов услышать, тогда я вам рассказываю. Если вы очень четко чувствуете, что произойдет, прямо четко, ясно чувствуете, то это значит, что это из прошлого. Ну, давайте сейчас потренируемся, поизучаем. Надо фонарик выключить, он у меня светит. Вот вы можете меня снимать для два часа. Но когда вы включаете камеру, то фонарик получается. Я знаю, знаю, что люди не знают, что выключают. Но у меня светит. Итак, кто из вас боится высоты? Запомните, это значит, что вы в одной из прошлых жизней разбились с высоты и погибли. Теперь вопрос. А кто из вас не просто боится с высоты, а считает, что он упадет в этой жизни с высоты и разобьется? Вы так считаете? Вот я вам точно могу сказать, абсолютно точно, что вы не упадете в этой жизни и не отзабьете. Потому что это было прямо в прошлой жизни. В возрасте где-то 33-34 лет вы разбились, падая с высоты. Причисупь. Да, причем, причем, не просто я вам уточняю, чтобы вы поняли, что я знаю точно это, что в прошлой жизни. Я знаю точно, я вам сейчас еще больше скажу. Вы чувствуете, что вы не просто упадете, а что вас полгнут с высоты. Так вот, насильственная смерть вы чувствуете. Да, это уже было. Проехали. Это называется наваждение. Понятно? Наваждение. Что такое наваждение? Ты прямо ясно чувствуешь, что у тебя вот такое событие произойдет. Кто чувствует событие какое-то? Поднимите руку. Ясно. Какое событие, вот женщина, какое событие? А? Зарезать хотят. Давайте я даже вам уточню. Можно уточню, где зарезать хотят? Куда? Вас хотят зарезать. Вот, если вы внимательно прислушаетесь, то это будет ваша левая сторона ни с живота. Так? Никогда не чувствую. Я чувствую. Нож подходит к животу. К животу? Да. Нож. А с левой или с правой? Нет, не чувствую. Не чувствую. Так вот, я вам могу сказать точно, что вас уже зарезали в прошлой жизни. Ножом с левой стороны, к животу. Ну, вы не погибли, а выжили. Прожили еще дальше. Понятно? Ну, а садочек остался. Так вот, хочу вам сказать, что в этой жизни ничего такого не будет. Потому что это память с прошлой жизни. И в этой жизни это называется наваждение. То есть, наваждение означает очень яркое ощущение, что это произойдет. Но это не произойдет. Понятно? Потому что человеку очень трудно понять это из прошлого, из будущего. Ему кажется что-то. А где, откуда это взялось? Он же не знает. Если он тут замкнутом пространстве, как он сработал, то это что? Значит, замкнутом пространстве погиб, завал какой-нибудь, конечно. Чаще всего погиб или просто очень сильно пострадал. Но чаще всего это погиб. Чаще всего память именно о смерти, самой сильной. Ну вот у нее, допустим, она и не чувствовала, что она именно погибнет. Вот что вы чувствовали? Что вас прямо зарежут на смерть? Картинка всегда, что я, что я режу. Что режут. Но вы же не чувствовали, что на смерть, правда? Да. Ну вот у нее не на смерть. А у нее прямо на смерть, она падает, все высоты разбивается, все четко и ясно в этом вопросе. Потому что это уже было именно так. Ну что, мой хороший? У меня было такое, что я знала, что вы не давали в жизни. Через какое-то время у меня случилось давали. Хорошо, давайте разберем вот этот вариант, да? Вот знала, что вы давали. Давайте изучим это знание. Может ли человек чувствовать будущее? Может. Но это ощущение, они совсем другую природу имеют. Во-первых, они сопровождаются страхом. Это какое-то, может быть, торжественное такое ощущение, ясное какое-то, четкое. Оно вызывает напряжение внутри, напряжение. Чаще всего это нечеткая память. Ты чувствуешь, что-то будет конкретно, что-то похоже, вот такое вот. Но что именно? Тебе очень трудно понять. Это из будущего. Бывает, что даже человек видит, что конкретно произойдет, но это не сопровождается вот такими эмоциями. Потому что страх есть вот этой высоты. То есть страха никакого нет. Есть чувство напряжения, торжественности какой-то, ясности какой-то. Но нет впечатлений от этого. Потому что впечатления все идут только из прошлого. Мы не можем почувствовать то, чего не чувствовали. Как вы воспринимали? А как у вас было ощущение аварии? Какое? До аварии случилось? Нет, до аварии. Вы же предчувствовали. Как вы предчувствовали? Мне казалось, что это была машина у меня. И я бы не принимала эту машину. Но вы как это чувствовали эмоционально? У вас потом холодным покрылись или что? Да нет, моя хорошая, мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим об ощущениях. Вот если ощущения со страхом они сопровождаются, с чувством эмоций, какие-то, ай, я не хочу, ай, я не хочу, ай, только не это. Тогда это из прошлого. А когда спокойно, торжественно, сильно тебя напрягает чувство опасности, но нет ощущений. Просто как будто картинка перед тобой переходит, какая-то серьезная такая, ты чувствуешь тяжеловастенько. Но что именно? Я прям так ответила, потому что какое видение было? Какое было видение? Я только в области не могу. То есть вы не восприняли точно, что вы в аварию попадете. Я не могу сказать, что это не за благодарность, потому что у меня есть в жизни. Я не принимала эту эмоцию. Видите, она говорит сейчас об ощущениях, которые она проанализировала, и она это связала с аварией потом. Вот это называется видение будущего. Как это происходит? Человек чувствует, что он что-то в жизни не так сделал, и что за это будет ему привет от Господа. Вот это уже в едине будущее. А нет такого, что ты притягиваешь? А? Нет такого, что ты притягиваешь? Он как бы что-то сделал, но ты же ждешь наказаний, и вы же держите, а вот сентября у кого-то. Притягивания бывают. Вот я вчера лежал, когда перед тем, как приехать сюда, в Карганду, и я притягиваю, и я не обсудил. Я шучу. Мои хорошие. Притягивает судьба, вы пришли из-за судьбы сюда. И я судьба приехала за судьбу тоже. Она притягивает судьба. Но если вы думаете, что я о чем-то думаю, и это произойдет обязательно, то это из другой оперы совсем. Я сейчас вам объясню. Вот смотри, допустим, вы. Это называется тревожность. Это не из оперы предсказания. Это из оперы веры. Вот давайте еще раз назад вернемся. Есть мнительные люди. Что такое мнительные люди? Это люди, которые верят в злые силы. Есть вера в злые силы, есть вера в себя, есть вера в Бога. Три вида веры в себя существует. Вера в себя или в удачу, или в судьбу, это одно и тоже. Это одна и каждая вера. Вот, допустим, человек верит в удачу или в себя. Он чего ждет? Что судьба у него, судьба обязательно принесет ему хорошее что-то в жизни. Это его вера. Он скажет, я рожден для счастья, понимаете? Для счастья, а блин. Это вера в удачу, понимаете? Это правильно, Вера? Нечестно. А? Нечестно. Вот честно и нечестно, как есть, так есть. По правде же так не бывает. Всегда же и хорошо, и плохо. Да, но мы говорим о вере. Вот вера же есть у человека. Есть верить. Если человек верит в злые силы, куда он уходит? К психологу? Да? Нет рукой бабки-гадалки. И бабка-гадалка ему говорит, тебя сглаживай. Отворот, поворот, привалён, завалён. Дорога. Он в интернете что смотрит? Он смотрит всяких блогеров, которые пишут. Когда пчёлы исчезнут, тогда будет конец света на земле. Пчёлы, следите за пчёлами. 5G интернет, когда придёт, вот тогда пчёлы сдохнут. Тогда будет конец света. Пчёлы, это люди создали специально, чтобы нас убили. И все это они смотрят, которые верят в злые силы. Масоны управляют миром. Властители денег. Кто миром управляет? Бог миром управляет. О, человек миром управляет. Это вера в себя, значит. Да? Вы уверены? Частица Бога, но не Бог. Если вы Бог, ну тогда разрушьте этот зал. Бог, если Бог, то Он может всё. Вы не Бог, но частичка Бога. Есть полное целое, есть, вот допустим, солнечный лучик является солнцем или небом? Нет. Есть солнце, которое излучает солнечный свет. Часть солнца, да, но не полное целое. Разница между полным целым и частью колоссальная. Если человек эту разницу не понимает, то это очень большая проблема в жизни. Потому что, если ты Бог, почему тогда тебя родили? Почему тогда ты не можешь сам остаться вечно, жить на этой земле? Почему события происходят какие-то? Кто сказал? Не физическое тело. Не физическое тело живёт вечно. Бог сказал, что не физическое тело живёт вечно, а физическое тело умирает. Но не у Бога. Бог может вечно жить, остаться на земле, если Он захочет. Потому что Он не в физическом теле приходит, а в духовном. Надо всё это изучать. А Бог реально? Знаете, вот определить Бог или не Бог очень легко. Хотите, если вы видите структуру психическую человека, то очень легко определить Бог или не Бог. Потому что у человека, вот здесь вот, вот здесь в области сердца, есть душа. Мы душа. Это искрка такая божественная, маленькая. У каждого человека, я могу вам прямо показать, где у вас душа. Я чувствую это место. А сзади находится сверх душа или Господь. Вот сзади этой частички находится сверх душа. Это называется человеческое рождение. А вот когда божественное рождение, вот этой частички нет. А есть только одна душа в теле. Вот тогда пришёл Бог. Но у вас две души. У вас есть искрка, вы маленькая искрка. И есть Господь сзади этой искрки. Это человеческое рождение, не рождение Бога. А когда Господь Сам приходит, Он тоже приходит. У Него только одна душа. Нет искрки никакой. Просто одна душа. Это значит Господь. И много тут? Тут нет. Сам Господь приходит очень и очень редко на эту землю. Когда Он приходит, об этом все узнают обязательно. Даже когда не просто Господь приходит, а Его уполномоченный приходит, то есть человек, наделённый божественной энергией, это тоже все узнают. Вот когда Моисей, допустим, пришёл на землю, он не хотел, как бы, этой участи. Но Господь сказал, извини, ты вот для этого родился. И он пошёл, он немножко заикался, поэтому его брат Арон с ним пошёл. Знаете, кто такой фараон? Фараон – это человек, который себя Богом считает. И не просто считает себя Богом, а он ещё уполномочен. Он может взять и отрубить голову любому человеку, который к нему пришёл вообще без проблем. И Моисей вломился к нему в его царский дворец. И говорит, тебе надо все 600 тысяч евреев отпустить. Пришло время. А если ты не отпустишь, значит, вот здесь вот начнутся бедствия. Он говорит, никаких бедствий не начнётся. Он думал, он мог убить, но не убил, потому что Господь не позволил сердце убивать. Он посмеялся, говорит, идти никаких бедствий не будет. И он сказал точно, что именно произойдёт. И это произошло. Вот это не Бог сказал, а Его уполномоченный. И дальше пошла саранча там уничтожать, потом лягушки, потом кровь, весь нил в крови был, и люди не могли воду эту пить. Это всё реально происходило, понимаете? И никто не может объяснить, как. А потом начали младенцы умирать. Это последняя уже капля была. И у него единственный сын у него, фарона, которого он ждал очень долго. Тю-тю. И он тогда уже в отчаянии вызвал Моисея и сказал, хорошо, уходите. Но потом он начал гнаться своей армией за этими евреями, там, беззащитными. И Моисей их не повёл туда подальше, а повёл к морю, где нет выхода. Море раступилось. Как оно раступилось, то ли отлив был, то ли просто, мы не знаем. Но они все, когда прошли, потом дальше, летописи рассказывают, как эта армия так ломанулась в этот проход. И её всё затопило. А фараон жив остался. И смотрел на это всё, в хозяйстве. Вот это вот чудо. Это уже божественные деяния. И такие божественные же деяния на земле были. Вот когда Мухаммед пришёл, он просто там с курочитами, когда там 300 человек с этой стороны, 300 с этой войну затеяли. Что с собой там? Два племени. И он там, как опырыл. И он, камень, искра вылетела, он говорит, вот это первая искра, это мы завоёем вот весь, все эти страны вокруг нас. Вторая искра – это персы. А третья – римляне. И те смотрят на него такими обалдевшими глазами. Персы – это многосоттысячная армия, сильно вооружённая. Их там 200 человек с чем, ободранных бедуинами. Какие, блин, персы. Это был Мухаммед, понимаете, который обладал силой, который наклинил сам Господь. Поэтому разница есть между человеком и Богом. И не только между человеком и Богом, а человеком, который является уполномоченным от Бога и просто человеком. Но человек, уполномоченный от Бога, никогда не скажет, что он Бог. Иисус Христос не говорил, что он Бог. Мы не знаем, он Бог или уполномоченный, мы не знаем. Но он говорил, что я – Сын Божий. И смиренно себя очень любил. Качества божественной личности описаны в Священных Писаниях. Смирение сильное, воля, очень сильное обведение, способность воскрешать людей. Это очень много. Мы не можем себе позволить таких шалостей. Взять мертвого, поднять. Поэтому Бог и человек отличаются друг от друга. И когда Иисус Христос пришел на заре свой город родной, там был раввин, который его воспитывал. И в этом раввине, в храме, этого раввина он начал читать проповедь. И он в этой проповеди там обсуждался вопрос Мессии, прихода посланника Божьего. И он говорит, я посланник Божий, я вот и есть та личность. И раввин говорит, ты как вообще, богохульник, мы тебя сейчас накажем, мы тебя сейчас вообще убьем. Они хотели убить прямо там. Не получилось. Отсюда вот эта фраза, нет пророков в своем Отечестве. Но он был Мессием, он был посланником Божьим. И он это доказал потом. Люди, которые за ним пошли, стали могущественными личностями, которые меняли сердца людей. Самое сложное, это менять сердце человека. Можно много чудес сделать, но чтобы люди начали верить, это очень сложно. Поэтому есть Господь, есть Его посланники, святые люди. Мы не можем себя путать с Ними. Но да, конечно, мы все божественные, мы все вечные. И мы можем обладать энергией, похожей на энергию Бога. Знаете, что могущество человеческой души может сравниться с могуществом Бога, если Бог эту душу таким могуществом наделит. Например, был Халид Валид. Его невозможно было убить. Это исторический факт. И он это знал. Когда он сражался с ремними, он взял, окружился небольшой горской людей, пошел в самую толщу армии, просто самой вооруженной армии, которую даже регионы эти невозможно было разрушить. Он пошел туда, прямо в самую толщу. Очень обученных солдат, которые всю жизнь только и занимались тем, что они тренировались воевать. А эти бедуины, они только взяли там мечи, у них были деревянные щиты. И он пошел с этими доспехами простыми. Пошел в высшую риму, дошел до предводителя, их убил, его вернулся назад, живой и невредим. И вся римская армия была деморализована. Она не могла понять, как это произошло. И они потом начали отступать и потерпели поражение. Это исторический факт. Такой силой может обладать только человек, уполномоченный Богом. И таких людей не так много. Как там в Америке был слет Иисуса Христоса. Христос как? Это все просто глупость. Мы должны учиться различать между глупостью и истиной. Иначе будут сложности в жизни. Сton's Христос Иисус Христос 儘атель Мадцл �ез Продолжение следует... вала у deixa